Всем привет! Меня зовут Настя, и книги, о которых я хочу вам сегодня рассказать, снова определенным образом оказались связанными между собой. Хотя изначально я совершенно не планировала снимать какое-либо тематическое видео или погружаться надолго в ту или иную эпоху. Но так получилось, что одна книга потянула за собой вторую, та третью, и есть еще на самом деле и четвертая книга, но я решила, что пора уже выныривать в современность, но либо время, близкое к современности, и эту четвертую книгу, тематически связанную с тремя прочитанными, я прочитаю как-нибудь в другой раз. Какая тема, а точнее темы, объединяет прочитанные мной книги, я думаю, вы поймете по ходу моего рассказа. Ну а я начну с книги, с которой началось мое путешествие в другие эпохи. Это книга воспоминаний художницы Ксении Левашовой Стюнкель. Книга вышла в прошлом году в издательстве Ивана Лимбаха, и так как я ее достаточно давно показывала вам в книжных покупках, то сейчас быстренько еще раз расскажу вам о самом издании. Книга находится в суперобложке, под ней находится тканевая ярко-оранжевого цвета обложка. Сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. Никаких надписей на обложке нет, есть только тиснение на корешке, которое еле видно, потому что оно не выделено никаким цветом. И мне кажется, что это не очень удачный вариант оформления, потому что если суперобложка потеряется, то все, книга может стоять совершенно в любом положении на полке. И издалека вот эта вот надпись будет еле видно. Вы сможете понять, что это за книга, только близко-близко к ней подойдя и взяв ее в руки. Внутри вот такого цвета форзац, я бы сказала, что это цвет морской волны. Честно, я не уверена, что оранжевый хорошо сочетается с этим цветом. И более того, оранжевый цвет настолько яркий, что когда я пробовала читать книгу без суперобложки, я часто вообще снимаю при чтении суперобложки, чтобы они не мешались, не мялись, потому что суперобложка обычно съезжает куда-то выше, ниже. В общем, мне это не нравится, я ее убираю, но в данном случае пришлось читать книгу именно в суперобложке, потому что вот эта вот цветовая гамма, она резала мне глаз, она отвлекала меня от текста. Такие вот дела в общем не считаю, повторюсь, оформление это удачным. Что касается опечаток, то по-прежнему они есть в книгах издательства Ивана Лимбаха. И у меня есть только два предположения, почему они появляются. Первый вариант. После верстки корректор не проверяет текст, соответственно, отсутствие пробелов, например, которые здесь есть, или неправильно перенесенные слова, все это не отслеживается. И второй вариант. Корректор просто халтурно выполняет свою работу, то есть он проверяет текст после верстки, но делает это не очень добросовестно. Печально на самом деле, потому что в издательстве Ивана Лимбаха выходят невероятно интересные, занимательные книги, и хочется, чтобы и текст был оформлен с верстом должным образом. Ну что ж, я думаю, что об издании уже достаточно. Я сказала, давайте переходить к самой книге воспоминаний. В начале идет предисловие искусствоведа. Так, сейчас я вам скажу, как его зовут. Предисловие достаточно большое. Искусствоведа зовут Антон Успенский, и в предисловии он в своей статье рассказывает кратко о всей жизни Ксении Левашовой-Стюнгеля. Родилась она в 1885 году в городе Ревель, сейчас он называется Таллин, и примерно до 10 лет там жила вместе со своей семьей. Когда она была в возрасте где-то как раз 9-10 лет, умер ее отец. Мать через некоторое время вышла замуж за другого мужчину, и они все вместе переехали в Москву, где и жили до революции 1917 года. Затем Ксения Левашова вместе со своим мужем, вторым, кстати говоря, уже по счету, со своими детьми. Они жили некоторое время в Крыму, где жили очень трудно и тяжело, потому что была гражданская война, творился полный хаос, и затем они через несколько лет смогли вернуться в Москву, и там уже жили до конца своей жизни. Ксения Левашова-Стюнгель умерла в Москве в 1961 году. Рисовать она начала еще в юности и практически закончила профессиональное художественное училище. Закончить его, насколько я помню, помешала как раз-таки революция 1917 года. И на протяжении всей жизни художница творила, то есть она не могла не рисовать. Это была ее жизненная необходимость. Даже в Крыму в голодный и тяжелый период 1918-19, по-моему, 20-го годов она все равно находила время для того, чтобы рисовать свои картины. Но рисовала она их не красками, потому что тех не было, их было не достать. Рисовала она тканями. И это отличительная особенность, именно ее творчество. Ксении Левашовой-Стюнгель, она брала маленькие кусочки тканей, размер которых совпадал с размером мазка кисти. Ткани эти были разных цветов, разных фактур, разной плотности. И ими она именно рисовала картины. Как пишет искусствовед Антон Успенский, понять издалека, что картина нарисована не красками, невозможно. Это можно понять только вблизи. И здесь как раз после предисловия искусствоведа есть вставка на глянцевой бумаге с репродукциями этих картин, которые именно нарисованы тканями. Вот на такой вот маленькой репродукции невозможно понять, что это ткань. Кажется, что картина нарисована не знаю, масляными красками, чем-то подобным. Но здесь есть также на некоторых страницах фрагменты этих картин, которые, соответственно, показаны в увеличенном виде. И где можно видеть, что это не краски. Это действительно ткани. И это потрясающе. То есть в тот момент, когда вы осознаете, что это вот приклеенные маленькие лоскуточки ткани, которые размещены определенным образом, чья фактура помогает создать тень или наоборот свет, вы остаетесь в полном восторге. По крайней мере, я много очень времени потратила на то, чтобы рассмотреть вот каждую деталь, постараться рассмотреть в каждой из этих картин. И рассматривала вот эти вот увеличенные фрагменты. И не могла не восторгаться этой работой, этим искусством. Это действительно искусство, самое настоящее. Но, к сожалению, современники Ксении Левашовой Стюнкель долго не ценили вот эту вот ее новаторскую технику работы. Считали, что это прикладное рукоделие. Относили, точнее, да, вот эти вот ее работы к прикладному рукоделию. И из-за этого Ксения Левашова Стюнкель очень долго не могла получить членство в Союзе художников. Хотя ее работы написаны, да, нарисованы как красками, так и тканями регулярно. Вот с года революционного 1917 и до конца ее жизни каждый год выставлялись на всевозможных выставках, получали различные награды. Она была, в принципе, достаточно известна в художественных кругах, была знакома со многими известными в свое время художниками, которые жили не только в России, да, СССР в данном случае, но и в других странах. Тем не менее, все равно, постоянно как-то ее отодвигали куда-то на второй план. Кстати говоря, дети ее стали намного более знаменитыми, чем мать, и намного быстрее стали знаменитыми, чем она, ее работа уже по сути только, ну, в конце ее жизни, наверное, после, конечно же, уже ее смерти были по достоинству оценены, работа же ее детей были оценены довольно-таки быстро, когда еще дети ее были молодыми. И даже на Википедии можно найти очень много информации биографической именно о ее детях, но не по самой Ксении Левашовой-Сетюнке и искусствовед Антон Успенский также пишет, что под конец жизни Ксению воспринимали именно как мать известных, знаменитых художников, архитекторов, дизайнеров, писателей, но о самой, о ней, как о художнице, тоже известной и талантливой, невероятно талантливой, практически не говорили. И на самом деле мне вот в тот момент даже как-то стало жаль Ксению Левашову-Сетюнке, что вот так несправедливо с ее творчеством обошлись, не оценили вовремя, но такая вот была у нее судьба. И вы, возможно, спросите, зачем я вам все это достаточно подробно рассказываю, а потому что воспоминания Ксении Левашовой-Сетюнке о своем детстве, юности, молодости обрываются на 1918 годе, то есть на том времени, когда она со своим вторым мужем жила в Крыму, где они пытались, точнее, выживать, потому что по-другому, наверное, сложно сказать, тяжелое тогда было время. И так как в интернете, как вы уже, наверное, поняли по ранее сказанным мной словам, практически невозможно найти информацию об этой художнице, то, конечно же, такое вот вполне себе подробное предисловие о ее жизни стало хорошим подспорьем в том, чтобы, в принципе, понять, каким она была человеком, как именно она создавала свои работы и многое другое. Но, к сожалению, на мой взгляд, это предисловие далеко не идеально, потому что явно у Антона Успенского есть свои собственные взгляды на жизнь Ксении Левашовой-Сетюнке, или также у него есть свои взгляды на институт семьи. Мне кажется, их вот выпячивание, вот этих вот своих интересов, это было лишнее в данной статье, в данном предисловии, потому что, как по мне, предисловие в таких книгах, оно должно быть максимально объективным. А Антон Успенский в своем предисловии был достаточно субъективен во многих-многих моментах. Именно поэтому я считаю, что предисловие не самое удачное в данном случае. Я считаю, что в таких статьях должны быть только исключительно факты из биографии человека, о котором в книге идет речь. В общем, не очень мне понравилось это предисловие, такие смешанные впечатления оставила после прочтения. Но, к счастью, после него начались сами воспоминания художницы, и это было великолепно. Я с большим удовольствием прочитала все эти записи, все эти заметки. К сожалению, нигде не указано, в каком возрасте она записала эти свои воспоминания. Но явно, как мне кажется, в тот момент она уже была не молода. Скорее всего, ближе к концу своей жизни она их записала, потому что в книге отображены очень-очень яркие моменты ее жизни. То есть те, которые ей наиболее запомнились. Остальные, скорее всего, просто утонули где-то в омуте памяти, как наименее значительные. Но, тем не менее, по этим ярким моментам жизни Ксении Левашова-Стюнкель можно представить себе жизнь, в принципе, в Российской империи на рубеже конца XIX и начала XX веков. Так как она была прирожденной художницей, то, соответственно, она могла замечать и запоминать многочисленные детали всего, что ее окружало. Если это была комната, дом, то она замечала многочисленные детали. Интерьер, цвета в том числе, цвета, формы, размеры. Если, например, она где-то гуляла в городе, то есть, например, когда они из Ревеля впервые приехали в Москву, Москву, в смысле, вся ее семья увидела впервые в жизни, и все было интересно. И, опять же, сколько деталей она смогла запомнить. Это издание и какая-то повседневная жизнь, базары, которые проводились несколько раз в году в Москве, что там продавалось, как выглядели палатки, как выглядели продавцы, как проводили дети там свое время, и взрослые, кстати говоря, в том числе, все это кратко схвачено. Да, вот вроде бы кажется, что много-много деталей, когда читаете, но тем не менее схвачено все самое важное. И вы видите, как будто перед собой самую настоящую картину, которую художница нарисовала в вашем воображении, и вам все сразу же становится понятно. Да, вы, конечно же, не можете увидеть всего, но самое главное вы видите. И это потрясающе, потрясающий талант, не только художественный, но именно так же и литературный, потому что все-таки описать все это, это тоже нужно уметь, и чтобы это было не скучно, а занимательно и интересно. Я даже не могу выделить что-то определенное, что мне понравилось больше, что мне понравилось меньше в этих воспоминаниях, что больше меня впечатлило, а что меньше, потому что впечатляет абсолютно все. Впечатляет и жизнь в купеческой семье на рубеже веков удивило меня. Также, кстати говоря, то, что не только, оказывается, дворяне получали в то время достаточно хорошее домашнее, не только образование, но и, в принципе, средний класс, потому что семья Ксении Левашова-Стюнкель она не особо была зажиточна, и они могли позволить себе жить, скажем так, не впроголодь, то есть покупать детям все, что нужно, и баловать себя, то есть покупать какие-то сладости, и устраивать отличные рождественские вечера, например, покупать шикарную рождественскую елку, украшать ее множеством подарков, то есть не скупились, семья была не скупой, но и не очень богатой, не очень зажиточной, то есть избытка прям как такового, денег не было, но, тем не менее, все дети в семье знали несколько языков, абсолютно все получили замечательное образование, учились в отличных гимназиях, где преподавали высокого уровня учителя, и, кстати говоря, также Ксения Левашова-Стюнкель упоминает о том, что в начале уже получается 20 века все больше девушки и женщины задумывались о том, чтобы становиться самостоятельными, чтобы получить как можно больше знаний, чтобы не зависеть от мужа в дальнейшем, и конкретно родители Ксении Левашова-Стюнкель были против того, чтобы она после гимназии продолжала свое обучение, продолжала как-то повышать уровень своих знаний, но в итоге она их уговорила, что это необходимо, и она стала ходить в Москве на высшие женские курсы. Также я обратила внимание в очередной раз, как и во многих воспоминаниях, вот как раз-таки конца, наверное, 19 века, на то, что люди были очень дружными и очень редко отказывали в помощи другим людям, то есть все всегда были готовы друг другу помочь, прийти на помощь, и самое главное, что все это делалось безвозмездно, то есть просто от чистой души, с чистыми искренними намерениями, и я читала определенные воспоминания из жизни Ксении Левашова-Стюнкель, когда вот такое случалось, определенные эпизоды, и каждый раз создавала себе вопрос, куда это все ушло, почему это ушло, куда это все исчезло, почему мы сейчас живем совершенно по-другому. Книга оставляет после прочтения светлые впечатления, но с ноткой такой вот ностальгической грусти. Не подумайте, я никогда не романтизировала царское время, и никогда, кстати говоря, и не романтизировала СССР, вообще никакое время, никакую эпоху не романтизировала, потому что каждая обладала своими достоинствами и недостатками, в каждой было много как хорошего, так и плохого, и по крайней мере в конце 20-го века в Российской империи, ой, 20-го, 19-го века в Российской империи накопилось достаточно много проблем, поэтому уж тот период времени никак нельзя не романтизировать, но сами люди, они были совершенно другими, и читаешь, и понимаешь, что эта эпоха ушла, безвозвратно ушла, она никогда не вернётся, и эти люди вот такими, какими они были, они тоже никогда не вернутся, мы совершенно и абсолютно другие сейчас в наше время. В общем, восторги я осталась от этой книги, если вы хотите прочитать абсолютно искренние, светлые воспоминания о жизни на пробеже 19-го, 20-го веков, в которых нет никаких приукрашиваний или попыток что-либо утаить, какие-то ошибки, недоразумения, какие-то проблемы, то читайте эту книгу, потому что это потрясающе чистые искренние воспоминания человека о своей жизни и о жизни своей семьи. Также ещё хочу пару слов сказать о двух небольших воспоминаниях, которые есть в конце этой книги, здесь содержатся не только воспоминания художницы, но также небольшой отрывок из воспоминаний её второго мужа Александра Левашова, так, его уже звали Александр, насколько я помню, сейчас придётся подсмотреть мне во вторую вставку с фотографиями. Да, Александр Левашов вот, кстати говоря, очень удачно открыла здесь его фотография, он здесь с котиками, ну, либо с кошками. Вот, одна большая и здесь маленький котёнок у него на руках. Уже тогда фотографировались с котиками. Так, вот, давайте ещё следующий разворот вам покажу. Здесь как раз Ксения Левашова со своим мужем. Александром в Крыму. Это 1920-е годы. Указано под фотографиями. Так вот, в конце приведены воспоминания её мужа о том, как они жили в 1918-м году в Крыму. Как тяжело жили. Мужу её на тот момент где-то было около 40 лет. И именно он ходил в горы менять к местным какие-либо вещи на продукты. Потому что есть, правда, было нечего. То есть, меняли на вещи какие-либо, старые, в том числе, на коз, молоко, творог, сыр, не знаю, какие-то фрукты, по-моему, что-то подобное в общее... А, муку, конечно же, мука. Самое главное, меняли на неё вещи. И, соответственно, Александр Левашов, он ходил в горы за много-много километров через несколько селений на побережье Крыма. И один раз, когда он возвращался уже назад к своей семье, к своей жене, детям, его остановили, по-моему, в Алуште. Насколько я помню, там был какой-то рейд, убыск, его засадили в тесную, вонючую камеру с кучей других людей. Никто из них не знал вообще, за что их взяли. Только через неделю Александра Левашова отпустили. И когда он затребовал документы, на которых он надеялся увидеть, за что же он сидел в этой камере, то ничего на бумагах не обнаружил, никакой вообще надписи. Там просто, как он вспоминает, корявым почерком было написано его имя, отчество и фамилия, и всё, больше ничего. Но, к счастью, продукты остались с ним, которые он обменял, и он с ними смог вернуться к своей семье. Те, конечно же, места себе просто не находили, пока его не было, чего уж только они не передумали. И вот, Александр Левашов, он описывает несколько своих вот таких достаточно опасных, рискованных походов в горы, но, к счастью, в итоге-то всё каждый раз заканчивалось благополучно. И в самом конце книги представлены воспоминания внучки Ксении Левашовой Стюнкель, которую зовут... Так, здесь, по-моему, было написано... Сейчас я вам найду... Да, зовут её Таня Осколкова, и статья называется «О бабушке Ксении Эрнестовне». И, соответственно, здесь описаны, получается, последние годы Ксении Левашовой Стюнкель, как бабушка волновалась о воспитании своей внучки, как её волновало то, что та ходит на танцы, гуляет с молодыми людьми. Бабушка следила с балкона, с биноклем в руках за своей внучкой, и, как пишет Татьяна Осколкова, на радость её одноклассников, которые, собственно, бабушку на балконе-то и видели. И, соответственно, она здесь в конце пишет, что умерла бабушка в 1961 году, похоронили её в Таллине, и похоронена она на старинном русском кладбище на семейном участке, существующем с 1830 года. На этом книга заканчивается. В общем, отличная книга, невероятно интересные, занимательные воспоминания, которые дают прекрасную картину жизни в Ревеле и также в Москве на рубеже веков, поэтому, если вам интересна эта эпоха, это время, то рекомендую вам обратить внимание на эту книгу. И каким образом ниточка от этой книги протянулась к следующей, так это благодаря упоминанию места рождения Ксении Левашовой-Стюнкель Таллин. Но следующая книга, она не об Эстонии, она на самом деле о Финляндии, но эти страны находятся рядом, так что все, но тем не менее, тематически связано. И вторая книга, это моя совсем недавняя покупка, чуть третья книга у меня там случайно не упала, вечно у меня книги летают в процессе съемок. Так вот, эту книгу вторую я купила зимой, называется она «Размышляющий пейзаж русская Финляндия и финский Петербург», это издательство «Лимбус Пресс». Книга вышла несколько лет назад и скорее всего вполне возможно сейчас уже весь ее тираж распродан. Я не жалею, что успела ее купить, потому что однозначно ее текст, содержащийся в ней статьи, расширили мой кругозор. Что же это за книга? Здесь находятся несколько статей, которые были составлены на базе лекций, которые проходили в Санкт-Петербурге в 2013-2016 годах и которые были организованы Институтом Финляндии. Эта книга, как я поняла, изначально вышла на финском языке и затем ее перевели на русский язык. Все статьи написаны разными исследователями, посвящены они женщинам, которые родились либо в Финляндии, либо в России, преимущественно в Санкт-Петербурге и чья деятельность которых в искусстве, литературе, музыке, в рамках общественной и коммерческой деятельности связали финскую и русские культуры, которые послужили их большему сближению и взаимопроникновению. У каждого исследователя или исследовательницы, чьи статьи здесь представлены, был свой стиль, свои представления о том, о чем нужно в обязательном порядке сказать, о чем можно умолчать, на что важно обратить внимание читателя, а на что нет. Именно поэтому статьи получились очень и очень разношерстными. В большинстве статей информация подана хорошо, я бы даже сказала замечательно, очень структурирована, очень доступна, понятно, прозрачно. и именно поэтому о людях, о женщинах, чьи судьбы отображены в этих статьях, было читать наиболее интересно, потому что картинка в голове складывалась абсолютно без проблем и можно было четко представить себе жизнь каждой из этих женщин от рождения и до самой смерти и четко понять и осознать, как же они повлияли на сближение русской и финской культур. И таким замечательным образом написаны в данной книге статьи о меценатке и общественной деятельнице 19 века Авроре Карамзиной. Я сейчас просто хочу показать вам портреты либо фотографии всех этих женщин. Вот Аврора Карамзина в молодости, литография 1850 года. Очень красивая женщина, на мой взгляд, была Аврора Карамзина. Далее также мне очень понравилась статья о руно-певице Ларин Параске. Я, к сожалению, без понятия, как правильно произносить имена и фамилии финские, поэтому, если вы знаете, то, пожалуйста, поправьте меня в комментариях, если что-то неправильно произнесу. Так вот, Ларин Параске, она обладала просто невероятной памятью, она помнила огромное количество песен, рун, причитаний, и именно благодаря ей они-то все и были записаны в конце, получается, 19 века. Так, здесь где-то была ее фотография. Статья, кстати говоря, о ней еще хороша тем, что приведены песни, некоторые, точнее, не песни, а руны, которые она пела и которые отображали ее собственную судьбу. Сама Ларин Параске не придумывала руны, не придумывала песни, но она из тех, что знала, составляла новые и с помощью них рассказывала о своей жизни и о своей судьбе. Следующая статья, которая мне также в этой книге очень понравилась, посвящена ювелиру, которую звали Алма Пиль и чью невероятную, просто блестящую карьеру прервала революция 1917 года. Тоже очень красивая женщина была. Так, здесь не написано какой-то год, когда именно ее сфотографировали, но она здесь явно молодая, я думаю, что это где-то 1910-е годы. Так, дальше, еще одна статья, которая мне понравилась, посвящена женщине, певице Сопрано Алме Куула. Она была соратницей и музой композитора Тойва Куула, но прославилась она не потому, что была за ним замужем, а потому, что действительно очень-очень выразительно и талантливо исполняла песни. и не только песни, написанные ее мужем, но также и других композиторов. Так, какая еще статья мне здесь понравилась? Так, это посвященная поэтессе, Эдит Сётергран, ее звали, родилась она в Санкт-Петербурге, это просто прямо в названии статьи указано, и она создавала совершенно новые для своего времени произведения. Вот ее фотография, она прожила очень короткую жизнь, всего 31 год, умерла от туберкулеза, хотя долго с ним боролась и лечилась, но, тем не менее, не судьба была и прожить долгую жизнь. Так вот, современники не понимали ее произведений, большая часть современников, потому что она пережала свое время по своим идеям собственным, представлениям, а также по тому, как нужно писать различные стихотворения. Книги Эдит Сёдергран, сборники ее стихотворений, переводились на русский язык, все они, как я поняла, выходили только исключительно в советское время, больше не переиздавались, а жаль, я на самом деле очень заинтересовалась ее творчеством и с удовольствием бы все ее стихотворения прочитала, потому что они действительно необычны, и в них мир и мысли Эдит Сёдергран выражаются очень интересным образом. И это были наиболее удачно и хорошо написанные статьи в данном сборнике, благодаря которым я заинтересовалась всеми этими женщинами, их судьбами, их деятельностью, но, к сожалению, в этом сборнике не все статьи были такими, и самый плохой, на мой взгляд, является статья, посвященная футуристки Елене Гуру. Сейчас вам открою фотографию, где она сфотографирована со своим мужем в 1910-е годы. Муж ее был матюшин. Вот она, эта фотография. Так вот, чем плохая эта статья, так это тем, что она невероятно узкоспециализированная. Никакой расшифровки каких-то узкоспециализированных терминов в статье нет. То есть, если вы хотите понять статью лучше, и вы не знаете этих терминов, то нужно лезть в интернет самостоятельно разбираться. Я сомневаюсь, что это абсолютно все читатели будут делать. Ну и на самом деле, в целом, этот сборник, он предназначен для широкого круга читателей, и поэтому мне вообще непонятно, почему эту статью сюда включили. Она очень-очень сложная для восприятия. Так, может быть, сейчас найду вам какой-нибудь кусок, где есть вот, нашла, где есть какие-либо непонятные сложные слова. Вот, например, начало одного из абзацев. Переосмысление основ человеческой личности, в том числе новые учения о происхождении эмоций, о перцепции и о перцепции, вносило в эстетику авангарда ясное сознание эпохальной инаковости, того, что художники, живущие в эту эпоху, являются людьми нового пространственного измерения, нового миропонимания и нового мировосприятия. Дальше здесь следующий абзац начинается с таких слов. В симультанной передаче переживаний одним из художественных приемов, применяемых там и так далее, и так далее, пошло. Что это вообще за слова? Я вообще не представляю, как вот среднестатистический человек, который не очень близок к авангарду, даже не только к этому течению искусства, а в принципе к искусству, поймет, о чем здесь речь, без какой-то расшифровки и без пояснений. Также здесь очень много в этой статье говорится о мифологии материнства, причем в таких фразах, что как будто все читатели знают и понимают, что это такое, читали различные исследования на эту тему и так далее. Натур-философское стихотворение, в общем, такого в этой статье просто навало, и читать ее было мне невероятно тяжело, и, к сожалению, эта статья совершенно не сподвигла меня знакомиться с творчеством Елены Гуро. Просто, понимаете, вот статья об Эдите Сёдергран, которая жила в то же время, когда и Елена Гуро, и которая тоже писала свои стихотворения в совершенно новом для всех стиле, в совершенно другой форме, вот та статья, она заинтересовывает читателя в том, чтобы познакомиться со стихотворениями Эдит Сёдергран. Эта же статья о Елене Гуро нет, она наоборот отталкивает и думает, не-не-не-не-не, хочу держаться как можно дальше от этого авангарда, от этих всех сложных терминов. В общем, да, вот видите, как многое зависит от правильной подачи материала, и на самом деле, я думаю, все мы с этим знакомы еще со школьных времен, если учитель рассказывает интересно и занимательно, то обычно детям этот предмет очень нравится, и обычно все дети получают хорошие оценки на уроках, потому что все они заинтересованы в этом предмете, то же самое в университете, и то же самое даже и сейчас, но если рассказано сложно, не интересно, скучно, то все, читательский, ваш слушательский интерес будет утерян, и вы пройдете дальше, пройдете мимо этой исторической личности, мимо ее деятельности, и даже мысли у вас не возникнет вернуться к этой теме. Так, это, как я уже сказала, наименее удачно в данном сборнике статья, и есть на нее похожие, но такие более-менее еще читабельные. это, например, большая статья достаточно о финских художницах 19 века, в ней рассказывается о трех художницах Виктории Оберг, Венни Сулдан и Анне Александре Лепеннин. Сложно, конечно, произносить все эти фамилии, вот я, честно, без понятия, как правильно ставить них ударение. Так вот, в этих статьях тоже есть некоторые термины, но видно, что исследователь старался рассказать о них наиболее доступным языком, то есть, чтобы текст был наиболее читателю понятен, но, тем не менее, статьи все равно не идеальны, потому что исследователь, на мой взгляд, пытался усидеть на двух стульях, то есть, одновременно рассказать кратко и о биографии каждой из этих художниц, и также показать, как их творчество оценивалось их современниками, как оно влияло на окружающую среду, и как все окружающее влияло на этих художниц, и получилось, что ни рыба, ни мясо, и о том хотели рассказать, и о том, в результате какого-то вот такого толкового связанного текста не получилось. И еще подобной статьей является здесь последняя статья, посвященная основательнице финского бренда одежды, который называется Меримекко. Два, то ли, три года назад у этого финского бренда была коллаборация с компанией Uniqlo, и я купила себе две футболки, тогда у них замечательный принт, очень интересный, очень хорошее качество самих кофт, так что я до сих пор довольна этой покупкой. Опять же, автор статьи, посвященной основательнице бренда, пытался усидеть на двух стульях, то есть биография, и влияние этого бренда в принципе на рынок финской и не только одежды, и в результате получилось ни то, ни другое. К сожалению, в данном случае, опять же, как вот и с компанией Sony, об истории, которую я читала совсем недавно, здесь получилось так, что потомки, к сожалению, не смогли удержать этот бренд на высоте, и как я поняла, сейчас он вообще детям основательницы не принадлежит, то есть бренд принадлежит вообще совершенно другой компании, которая его выкупила в конце 20-го, то ли уже в начале 21-го века, ну, то есть, грубо говоря, там лет 20-30 назад, все, это уже совершенно другая компания, совершенно другим руководством. Так, что здесь еще осталось? Я смотрю, смотрю, да, вот, нашла, были здесь еще две не очень удачные статьи, в которых авторы статей просто не смогли связно изложить жизнь женщин, чьи судьбы они описывали, чьи судьбы они исследовали. Эта статья в первую очередь о Элизабет Ярнифельд, так, по-моему, был ее портрет, сейчас я вам его покажу. Так, здесь она маленькая, здесь ее муж, вот она, Элизабет Ярнифельд, в молодости. В этой статье автор перескакивает просто с пятого на десятое, потом на второе, потом, я не знаю, на одиннадцатое, на седьмое, потом на первое. В общем, у меня была в голове полная каша. после того, как я прочитала эту статью и когда я писала отзыв на всю книгу, я даже не смогла сразу быстро вспомнить, чем же была примечательна Элизабет Ярнифельд и ее дети, потому что в голове у меня были просто, вот, была просто куча обрывков разрозненной информации, которые совершенно не складывались в одну картину. Очень, очень сумбурная статья, ее тоже тяжело читать, но в ней хотя бы нет каких-то узкоспециализированных терминов, но тем не менее, тоже как бы статья далека от идеала. И вторая подобная статья посвящена художнице Ине Калиандер. Так, сейчас, не помню, честно говоря, был здесь ее портрет или нет. Так, 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 это не то. Еще, еще, еще. Так, неужели не было? Не было. Да, здесь приведены только ее ксилографии, которые она выполняла. Жизнь этой женщины на самом деле очень интересная, очень необычная. Она знала невероятное просто количество языков. Также, будучи юной, увлеклась христианской православной религией. Сама она была, насколько я помню, литеранкой. Изначально, да, с рождения я имею в виду. И затем она впоследствии самостоятельно перешла в православную религию и под конец жизни даже расписывала храмы. То есть, писала иконы, даже была преподавателем по иконописи и выполняла некоторые мозаики, которые в том числе были размещены и на стенах храмов. Интересная судьба, но статья опять же тоже немножко сумбурная, не очень удобно было ее читать. Так, я вам обо всех здесь представленных женщинах рассказала, кроме одной единственной, а именно Анне Ахматовой. Статья называется «Анна Ахматова в Финляндии» и честно, я не знаю, что эта статья делает в этой книге, потому что в ней рассказывается о том, как исследовательница и автор этой статьи заинтересовалась творчеством, когда была молодая исследовательница, я имею в виду, не Анна Ахматова, как начала переводить ее стихи, как избранные стихотворения выходили в Финляндии на финском языке и как они стали популярны среди населения, с каким большим удовольствием их читали и как быстро раскупались эти тиражи. Так вот, это немного не относится к теме всей книги. Одно дело, если бы Анна Ахматова сама бы переводила свои стихотворения на финский язык, издавала их в Финляндии, тогда статья бы идеально подходила тематике этой книги, потому что как раз бы и время подходило, то есть это начало или первая половина, лучше сказать, 20 века, а так нет, это уже то, что было сделано после смерти Анны Ахматовой в конце уже 20 века и также в начале 21 века это то, что оказывает влияние сейчас уже не при жизни автора, не при жизни поэтессы. В общем, не знаю, статья как-то немножко притянута за уши в данном случае к теме книги как-то, ну не знаю, странно. Это тогда, знаете, нужно поместить сюда статьи обо всех поэтессах, писательницах 19-20 века, чьи произведения были переведены в конце 20 века на финский язык, и которые произвели огромный фурор в читательской среде Финляндии. Выделили вот только Анну Ахматову. Странно, правда? В общем, да, непонятно в данном случае логика составителей этого сборника. Я считаю, что статья здесь лишняя. Подытоживая свои впечатления от данной книги, хочу повторить, что однозначная информация содержащаяся в ней расширила мой кругозор. Очень много нового я узнала для себя. Да, к сожалению, не все статьи одинаково хорошо, интересно, занимательно написаны, но ведь книга, она выполняет свою цель, она просвещает читателя, она заставляет его заинтересоваться судьбами женскими в 19-м и в первой половине 20-го века, тем, чем они занимались их деятельностью, их творениями, их творчеством, и я считаю, что эта главная книга выполнила свою цель, и это замечательно. И последняя книга, о которой хочу вам сегодня рассказать, называется «Тропа моей жизни», жизни Ингерман-Ландки, это воспоминания Екатерины Лаврик, которая родилась в Ингерман-Ландии, в достаточно крупной деревне Ляды в 1934 году. Ингерман-Ландия это историческая область, которая сейчас, ну, по сути, да, чисто так вот визуально находится на территории Ленинградской области. В самом начале автор дает краткое описание границ этой территории, но более подробное вы можете прочитать на Википедии, там прям вот четко показано и описано, где именно эта территория находилась и какими реками она была ограничена. Также автор в самом начале книги приводит одну из версий появления названия этой территории от имени жены новгородского князя Ярослава, которую звали Инги Герде, и благодаря вроде как ее имени страна получила название Инкери, по-фински Инкерима, земля Инги Герды. И соответственно уже с 16 века эта территория находилась под властью Швеции, называлась провинция Ингерманланд, и затем уже после того, как в начале 18 века территория снова перешла к России, то она получила название Ингерманландская губерния, позже Санкт-Петербургская губерния, и сейчас это Ленинградская область. Исторически на этой территории в Ингерманландии жили различные прибалтийско-финские племена, в частности Води, Ижоры, Карелы и некоторые другие. Вот как раз таки с 18 века, то ли даже с начала 19 века там стали проживать и финны, и эстонцы, то есть очень-очень много народностей проживало. И на самом деле история этой территории, она достаточно интересная в плане своего развития. И опять же на Википедии довольно-таки подробно всё это расписано. Я сейчас не буду на этом останавливаться, иначе я буду рассказывать об этом с полчаса точно. Но если вам интересно, то, соответственно, в интернете вы всю информацию можете найти. Как я уже сказала, автор этой книги Екатерина Лаврик родилась в достаточно крупной деревне в 1934 году на территории Ингерманландии. В деревне было 100 домов, и её семья была достаточно зажиточной. Но её отца она пишет, периодически писали доносы, но так как у него был знакомый в органах управления, то этот знакомый все эти доносы втихаря уничтожал. И поэтому семья Екатерины жила вполне себе спокойно до начала Второй мировой войны. У них был большой дом, очень хороший, очень уютный. С большой теплотой Екатерина вспоминает то время. Она была тогда, соответственно, очень маленькой девочкой, поэтому немного помнит. В основном это какие-то невероятно яркие эпизоды из детства, а также смешные либо занимательные истории, которые она слышала, сидя в кругу взрослых, когда те собирались на какие-либо посиделки вечера. Ну, в основном это, конечно же, были посиделки между женщинами и они друг другу что-либо рассказывали. Вся эта жизнь закончилась, соответственно, с началом Второй мировой войны. Отец Екатерины отправился на фронт, но по факту на фронте, то есть он не воевал, его отправили в трудовую колонну, там строили они вместе с другими мужчинами, в основном также вот финнами, эстонцами, германландцами, мосты, железные дороги и здесь вот как раз приведена одна из фотографий, я так понимаю, из семейного архива и подписано, кто на ней кто, то есть информация сохранилась. И вот отец Екатерины, он сидит, вот второй, получается, для вас это будет справа, да, сторона, в общем, вот здесь вот. Он, ему на тот момент было около сорока лет и ему по сути пришлось бежать из этой трудовой колонны НКВД, трудармия, здесь подписано, она называлась, потому что был уже сорок седьмой год на тот момент, то есть война закончилась уже как два года, а их все не отпускали по домам и он просто сбежал оттуда, воссоединился со своей семьей, которая на тот момент из Финляндии вернулась обратно в деревню и вместе они уже переехали в Эстонию, где и жили до конца своей жизни, но пока его не было, семья на самом деле пережила очень много испытаний, потому что в сорок третьем году всем жителям деревни, которые там оставались, то есть получается женщинам, детям, старикам и инвалидам, сказали немцы, что их перевозят в Финляндию, то есть все, собирайте все вещи, которые вам нужны, завтра утром берет машина, все, все уезжают и действительно на следующее утро приехала машина, все люди загрузились в этот грузовик и их повезли на станцию железнодорожную в Гатчину, там посадили в товарные вагоны и сначала привезли в Эстонию, где они находились в лагере достаточно долгое время, просто в ужасных условиях, люди там даже помыться не могли, Екатерина пишет, что абсолютно все ходили вшивые, вылавливали в шеи постоянно в одежде и в постели и делали это без труда, настолько вшибали огромные и затем их отправили на пароходе в трюме в Финляндию, в порт Турку, они прибыли, тоже оказались в лагере, но там хотя бы была возможность помыться и именно там все вот эти жители, не только, конечно же, их деревни, но также и многих других, которых увезли с родных мест смогли наконец-то вот помыться и избавиться окончательно от вшей и затем в Финляндии все эти семьи распределили по усадьбам, по хозяйствам, где они должны были работать батараками, выполнять какую-либо работу, в основном физическую и достаточно тяжелую и там вся семья пробыла до 45-го года, до заключения мира между Финляндией и Советским Союзом и затем значит к ним ко всем пришли местные власти и сказали, что все, вас отправляют домой, обратно в Россию, люди очень обрадовались, семья Екатерины просто не могла дождаться, когда же они снова окажутся у себя дома в деревне Лиады, но их привезли не туда, их отвезли в Калиниевскую область, то есть на родину их возвращать никто не собирался, они там прожили, как я поняла, где-то год до 46-го, накопили какое-то количество денег и самостоятельно уехали оттуда обратно к себе в деревню. Приехали, обнаружили, что дом их сгорел, совершенно ничего не осталось, но, к счастью, остался целым дом их двоюродной сестры, в котором они и жили. Затем они дождались как раз приезда своего отца и после того, как вышел приказ Сталина о том, что либо, значит, вы переселяетесь на постоянное место жительства в Калиниевскую область, либо уезжаете за 101-й километр, они и решили уехать навсегда в Эстонию. Почему именно в Эстонию Екатерина не знает, она не участвовала в этих родительских разговорах, но вот родители решили и они уехали. Здесь вот как раз открыла удачную фотографию. Это фотография 49-50-го годов и здесь вот сидят как раз-таки ее родители на стуле и она сама со своим братом, который был ее немного старше, стоят за ними. И дальше Екатерина Лаврик описывает свою уже жизнь в Эстонии. Как она наконец-то смогла там получить обязательное образование. Она закончила обязательные 7 классов, когда ей было уже 17. лет, потому что до этого из-за постоянных переселений, переездов она нигде не могла нормально заниматься обучением. То есть она училась в школе где-нибудь недолгое время, затем случалось переселение, где-то еще училась, где-то вообще не училась, и таким образом, конечно же, ее обучение сильно затянулось, и она вспоминает, что была жутко необразованной просто для своих лет. После того, как она закончила школу, она поступила в училище, то ли в техникум, я уже сейчас точно не помню, как это учебное заведение называлось, но факт состоит в том, что она получила профессию бухгалтера, и ее по распределению отправили работать на завод по производству льна. там она успешно работала, ее поставили на должность плановика, там же, в том же районе, в той же местности, она познакомилась со своим будущим мужем, Володей Лаврика, и потом, соответственно, вышла за него замуж, были у них дети, и вот вся вот эта вот ее жизнь, все яркие, сложные, тяжелые моменты, Екатерина дальше в книге и описывает. Честно вам скажу, читать было тяжело, потому что судьба всех этих людей была невероятно тяжелой, полный невзгод, различных бед и горести, постепенно связи внутрисемейные рушились, родственники отдалялись друг от друга. Она, например, пишет, что сестра ее матери, с которой та жила совершенно, ту не любила под конец жизни и мечтала постоянно о том, как бы от нее избавиться, то есть как бы выселить ее из своей квартиры, а той-то идти было некуда. Вот, и Екатерина как бы также не понимала, почему, откуда взялось такое отношение под конец жизни, ведь родные, сестры, и немало было подобных случаев, и в браке все было не очень хорошо, и у нее, и у ее детей, сына, и дочери, в общем, вся жизнь просто здесь, в честь этой женщины, ее семьи, проходит перед глазами читателя, и грустно было читать эту книгу. Какое-то вот тяжелое впечатление она оставила у меня после прочтения, хотя, несомненно, хорошо, что эти воспоминания записаны, что они записаны именно так, без всяких практически при украшивании написано все так, как оно было, благодаря чему можно посмотреть на все происходившее в 20 веке, без розовых очков, без какой-либо романтизации. Вот здесь еще одну фотографию покажу. Здесь Екатерина Лаврик со своим мужем в санатории в 79 году. Так что я рада в итоге, что прочитала эту книгу, ищу сейчас, какую бы вам еще фотографию показать. Здесь где-то была семья Екатерина Лаврик, вот она, нашла эту фотографию, она здесь, соответственно, с мужем, со своими детьми и со своей мамой. Мама здесь сидит в кресле, а сын стоит справа, с краю, он намного выше своих родителей. Тоже такая хорошая, очень семейная фотография. Вообще, тяжело читалась, грустно читалась, но я рада, повторюсь, что прочитала эту книгу. Вот такими вот были прочитанные мной книги. Пожалуйста, пишите, читали ли вы какие-либо из них. Ну вот, последнюю, наверное, вряд ли кто-либо читал и вообще видел в продаже, потому что я ее купила два года назад в Петрозаводске, в маленьком книжном магазине, который находился в подвальном помещении. Это какое-то очень маленькое издательство, я так понимаю, это просто какой-то круг энтузиастов, общества, возможно, вот потомков тех, кто жил в Ингерманландии, и они вот издают воспоминания тех, кто вот застал тот период жизни, ну получается середину, первую половину, середину в основном 20 века. У книги, кстати говоря, корректора не было, поэтому опечаток там тьма, тьмущая, но это не важно. Важны сами воспоминания в ней заключенные. Вот, пожалуйста, также пишите еще в комментариях, читали ли вы в последнее время книги, которые были написаны Финляндии или Эстонии, или которые как-то связаны с этими странами, может, которые связаны также из Ингерманландии, может быть, также из Санкт-Петербурга, в том числе, будет обо всем этом интересно прочитать в комментариях. На этом на сегодня все, всем спасибо за внимание, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok